приветствую всех на канале дачный сезон круглый год у меня есть очень хороший сортовой фундук сорт точно не знаю но знаю что из московской селекции у него красные листья но листья постепенно в течение лета получают все больше и больше зеленый оттенок но все равно видна такая легкая краснота весной куст стоит полностью красный хороший урожай этого фундука и я его посадила вот уже семь лет назад и пока еще не трогала пришло время его начинать обрезать часто люди думают что фундук это такое растение что в принципе его никогда трогать не надо он сам по себе будет плодоносить сам по себе будет нарастать и и курс будет становиться все больше и больше но это неправильный подход почему фундук ведь это же не лещина это не дикое растение это культурно выведенный сорт с крупными красивыми плодами показываю вот какие красивые плоды у моего фундука и этот сорт фундука очень урожайный и обрезка нужно и формировка нужно кусту только для того чтобы этот куст не одичал не стал мельче не превратился какое-то дикое заброшенное кустище которое дает мелкие невзрачные плоды и то есть чтобы куст не одичал за фундуком нужно ухаживать его нужно обрезать обрезать не концы веточек как мы обрезаем у яблонь груш других культурных пород а обрезать именно поросль я искажусь того принципа вот когда-то вычитала считаю что это правильно что для развития куста для того чтобы он давал максимальный урожай и вытягивал этот урожай своими побегами и корнями необходимо оставлять 6 максимум 7 веток плодоносящих если мы готовим постепенно замену старой и ветки тогда конечно мы выращиваем новые побеги и постепенно старый мы вырежем а на его смену придет новый который уже будет 3-4 летний и опять же теперь он войдет в силу и начнет плодоносить таким образом мы еще и продолжим жизнь этого куста вот этот куст ему 7 лет мы его еще ни разу не обрезали но вот подходишь смотришь на него сильно он загущенный много веток разного возраста и его сейчас нужно почистить еще вот и слово такое употребляют почистить куст фундука так как веток очень много и не запутаться какую ветку вырезать а какую оставить я отмечаю вот такой яркой синий веревочкой 6 стволов которые мы оставим все остальные мы удалим и и помечать эти ветки такой вот яркой веревочкой нужно на высоте глаз вот когда вы наклоняетесь и начинаете выпиливать какие-то ветки у вас перед глазами должна быть эта ниточка эта веревочка что этот ствол трогать нельзя потому что если вы где-то вверху подцепите эту веревочку то конечно же когда вы наклонитесь вы ее просто можете не увидеть так как куст находится далеко от электропитания не хватит сюда никакого провода пришлось это выпиливать вручную вот такой вид имеет куст после формирования конечно же он за год опять даст много однолетних побегов но тоненькие стволики их просто секатором легко срезать и это уже будет более легкий уход сейчас нужна была мужская сила вы спилили ненужные лишние побеги оставили шесть уже разного при том возраста три ветки здесь уже хорошо плодоносят а три ветки вступят в плодоношение буквально вот в этом году или может быть на следующий год вот так вот мы обрезаем свой фундук это у меня уже не первые кусты фундука росли у меня даже были уже и там и 30-летние их пришлось удалить так как переформировка сада те кусты удалили вот сюда посадила новый куст и он уже хорошо плодоносит сейчас покажу какие прекрасные плоды у этого сорта так то ли это московский рубин то ли это академик яблоко может кто более тонко разбираются в сортах московских фундука скажите пожалуйста я больше склоняюсь что это московский рубин но может быть я ошибаюсь вот я ответила на вопрос нужно ли формировка фундуку и нужно ли ее выполнять обязательно или можно не выполнять думайте сами на этом пока все всем урожайных грядок всем пока пока